Дорогие люди, всем огромнейший привет! Сегодня мы с вами в рамках проекта Учим Сами, будем помогать нашим детям концентрировать внимание, будем учить их распределять внимание, переключать это внимание быстро с одного объекта на другой. Плюс, очень важно, мы еще будем задействовать межполушарное взаимодействие, билатеральную координацию, усидчивость разовьем и очень-очень много всего в плане мышления можно проработать и использовать. Для этого мы будем таблицей Шульты. Таблица Шульты – это такой очень простой в освоении и в изготовлении материал. И как, что, зачем и почему я вам сегодня расскажу. Поделюсь своими табличками Шульты, которые я делала для своего ребенка и для детей, с которыми я занимаюсь. Вы их можете скачать у меня в телеграм-канале, присоединяйтесь, кто еще не подписан. Или вы можете изготовить их самостоятельно, тоже я вам сегодня расскажу. Изначально, что такое таблицы Шульты, как с ними работать и с какого возраста. Это вот такие таблички. У меня здесь 9 окошек с одной стороны, 9 окошек с другой стороны. Вот эта табличка Шульты была изготовлена именно для малышей, начиная где-то с 2,8, с 3-х летнего возраста. Но я сейчас расскажу, как можно и до этого момента развивать все то, что я перечислила. Усидчивость, внимание, концентрацию и так далее. Да, нейродинамику, улучшать скорость мышления. Все по порядку. В общем, смотрите, да, здесь 2 такие таблички, 9 изображений. Изображения повторяются, но расположены они по-разному. Одна у нас идет табличка под правую руку, другая под левую руку. Вот это вариант для малышей, потому что здесь картинки. Мы ребенку называем что-то, например, домик. Ему нужно найти домик здесь и домик здесь. И двумя руками одновременно домики показать. Мы можем дать ребенку в руки какие-то указки, карандаши. Он может орудовать пальчиками, все что угодно. И что нам нужно? Нам нужно, чтобы ребенок учился быстро переключаться между объектами. Мы ему называем, да, вот так, домик, ворона, там, собака, муха и так далее. И ребенок, мы должны ребенка сподвигнуть к тому, чтобы он делал максимально одновременно. Так как чаще всего в этой области быстрее находится изображение, чем вот в этой, да, то ребенку, получается, нужно одну руку оттормаживать, чтобы не тыкнуть раньше времени туда, куда еще пока что не нужно тыкать. И таким образом он учится оттормаживать еще дополнительно свои импульсы. Он учится бегать глазками, потому что тут нужно искать изображение. Параллельно у него включается оперативная, его операционная память кратковременная. То есть его нужно запомнить расположение здесь и здесь, чтобы он понимал, а что было наверху, что было внизу. И на самом деле через какое-то время работы с табличками дети начинают быстро вот так переключаться. Это вариант, да, 2,8-3 годика. Что делать до этого времени, если вам нужно развивать концентрацию внимания? Вы можете взять одну часть таблицы. Еще для этого очень классно подходят карточки от Лото. И вообще, в принципе, обязательно посмотрите мое видео про Лото, про его развивающий потенциал, потому что это очень классно. И, к сожалению, почему-то иногда забываемая родительная игра. В нее можно играть уже от годика и до 99 лет. Я ссылочку, кто через YouTube меня смотрит, ссылочку под видео на видео с Лото вам прикреплю. Посмотрите, особенно мамы малышей очень полезны. И вот вы ребенку даете, называете, и он вам пальчиком показывает или закрывает фишки. И тут же это можно начинать делать на скорость. Когда вы впервые даете ребенку таблицы Шульта, не подгоняйте его, не торопите. Скорость должна увеличиваться и нарабатываться постепенно, чтобы мы у ребенка не вызвали негативизм к этому пособию. И вот мы можем сначала двумя руками на вот таких картинках. Здесь простые четкие изображения на белом фоне. Дальше я еще делаю вот такие таблицы Шульта. Здесь у нас цветовое восприятие. То же самое, видите, они несимметрично расположены. Именно сделаны для того, чтобы ребенок мог налаживать свои межполушарные связи. Для того, чтобы у него прекрасно работала вот эта нейродинамика и билатеральная координация. То есть вот мы здесь можем то же самое делать с цветами. Дальше после, наверное, четырех лет я для Толи делала вот такую табличку с цифрами. То же самое можно сделать с буквами. Я девчонки с буквами не делала, у меня очень много пособий с буквами, и мы обошлись без таблиц Шульты на эту тему. И что мы делаем? Мы задаем ребенку 8, 9, 3, 5 и так далее. Наша задача сделать так, чтобы ребенок увеличивал скорость. Когда, при каких условиях я эти таблички даю? Во-первых, их можно давать как, в принципе, отдельный какой-то вид занятия, просто как часть занятий. Но чаще всего я даю это детям именно в начале занятия, чтобы они включились в работу. Особенно это очень важно делать, если вы как специалист, например, и к вам приезжает ребенок на автобусе или на машине, и он перед этим что-то смотрел, мультики, или в телефоне сидел, пока его везли. То есть ребенок расконцентрирован, ребенок рассредоточен, его нужно собрать, ему нужно запустить все мыслительные процессы. И вот таблицы Шульты, они как раз прекрасно подходят для того, чтобы ребенок включился в учебную деятельность. У кого дети, например, учатся в начальной школе, давайте им такие таблички, прежде чем они сядут делать уроки, и вы увидите колоссальный результат, потому что уроки будут делаться быстрее, потому что мыслительные процессы будут запущены. Особенно это важно для тех детей, кто садится и никак не может начать. Вот он начинает крутиться, вертеться, поболтаться, почесаться и так далее. То есть ему даете таблицу Шульты буквально прям минуточка, две минутки позанимались, ребенок включается в процесс, у ребенка запускаются мыслительные процессы, у ребенка включается нейродинамик. Еще таблицы Шульты можно давать в качестве переключения с одного вида деятельности на другой. Например, вы позанимались, вам нужно немножечко разгрузиться. Например, вы учили буквы, ребенок устал, а вам нужно продолжать с ним занятия. Особенно это важно для специалистов, потому что, когда я занимаюсь как мама, если я вижу, что у меня ребенок устал, я ему могу дать перерыв и, например, продолжить через полчасика. Если я занимаюсь как специалист, то мне нужно за 45 минут занятия дать ребенку максимум, при этом не перегрузив его. И тогда, если я, например, в начале занятия даю ему чтение, а потом мне нужно переключить его на другой вид деятельности, но тоже, который требует максимальной сосредоточенности, то я могу дать ему таблицы Шульты. Мы с ним побегаем, он побегаем глазками, да, он переключится, и, соответственно, ребенок будет готов дальше заниматься. Вот такие таблички Шульты можно делать. Маленькие, да, вот как у меня, они на листе А4, они у меня в данном случае заламинированы. Вы можете брать отдельные листочки и делать две таблицы. Вот эти я сделала для своего сына сейчас. И у него здесь счет от 4 до 12 сложения. И мы вот с ним сейчас оттачиваем, чтобы у него прямо от зубов отлетало. Тут очень хорошо прорабатывается состав числа таким образом. То есть, смотрите, здесь вот у нас там 3 плюс 3, 6, 2 плюс 2, 4, да, и вот здесь до 12, от 4 до 12. В чем смысл? Я называю ему ответ. То есть, я говорю 11. И ребенок должен быстренько пробежаться глазами и найти пример, в котором ответом является 11, и мне на него указать. Сейчас моему сыну 6,4, и мы пока занимаем это с одной табличкой. Буквально через месяц занятий я буду давать ему сразу две таблицы. Тут, если вы обратите внимание, тут другие примеры, да, здесь у меня 4 получилось при сложении 2,2, здесь у меня 4 получается при сложении 3,1. И расположены они тоже несимметрично. Мне это нужно для того, чтобы у него ускорились и отработались навыки счета. Вот в такой игре. Ему это делать гораздо веселее и интереснее, чем я его просто посажу, например, за какую-то пропись. А так у него и азарт, и скорость увеличивается, и запоминаются числовые соединения. Таким образом автоматизируется. И, в общем, в чем смысл, девочки? Если вы видите, что ваш ребенок прям вообще рассредоточен, и вы не можете никак его собрать, то для того, чтобы развивать концентрацию внимания, достаточно 1-2 минуты в день уделять работе вот с такими табличками Шульте. У кого нет цветного принтера, вы можете сделать эти таблички самостоятельно. Чертите. Сюда можно наклеить просто наклейки какие-то, написать цифры от руки фломастером, написать буквы тоже от руки фломастером, расклеить кусочки цветной бумаги. То есть можно сделать абсолютно из всего, что только возможно, что вам нужно. Если вы учите английский алфавит, вы можете здесь написать английские буквы. Если вы учите произношение, сочетание букв, вы можете это сочетание здесь усвоить, то есть абсолютно ноты. Но ноты 7, может быть, я думаю, что тоже можно сделать табличку, просто не 9, там вот клеточек будет, а, например, 7. И то же самое. То есть любую информацию, во-первых, можно усвоить, запомнить. Если ребенок путает цвета, вы можете с ним отработать цвета параллельно. И вы сразу столько захватываете нейронных сетей, вы сразу столько захватываете отдел головного мозга, что вот это 1-2 минутки в день занятие с табличками Шульте принесет колоссальный результат. Особенно это видно, если вы делаете это на постоянной основе. Взяли себе за правило, например, в ближайшие 2 недели я посвящу работе с таблицами Шульте. И я вас уверяю, что через 2 недели, если вы это на самом деле будете делать, то вы увидите у своего ребенка результаты в нейродинамике, в улучшении концентрации и в улучшении внимания. А еще, если у вас ребенок ни в какую не хочет с вами заниматься, то я уверена, что благодаря таблицам Шульте вы создадите такую привычку в своей семье, у себя и у ребенка. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на проект. Пока что это отдельная папка на моем YouTube-канале. Стараюсь дублировать информацию в своих действующих соцсетях. В Telegram скачивайте таблички, кого заинтересовали именно мои интерпретации этих таблиц. И увидимся с вами на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok